а попросить внимание скажите про это место где мы находимся потому что у нас довольно много нас много новых людей до общественная организация создана в седьмом году академикам бавилова вот у нас много проектов один из них это школа срочного рынка руководитель школа и куратор этого проекта алина я не буду особо много про это еще скажу про дом потому что он тоже очень старый 1792 года постройки это был доходный дом построенный благотворительный проект рубецкой книги соответственно здесь разложили неимущие бедные люди в этих домах около кремля а вот а сорок седьмого года собственно говоря здесь вот находится наше общество работает научно-техническое общество и не варим все немножко трансформировалась первый доклад сегодня у нас сделает андрей горшков выпускник мехмата с красным дипломом который работал разработчиком сначала в яндексе с поисковиками потом в дойче банк уже собственно говоря стал ближе к трейдингу и сейчас разрабатывает собственные системы ну вот считает что попробовав разные подходы считает что если теория и бэктест расходятся во мнениях как минимум не доверяйте теории прошу у нас большая программа ну да то в общем просто просили какой-то слоган сказать в общем-то рассказ будет не про то в общем есть некоторые идеи насчет бэктестинга я хотел ими поделиться ну которые на практике встретились то есть это не какой-то значит особый подход это не какой-то не какой-то не какая-то платформа что давайте все только ее использовать это просто какие-то вот общие проблемы на которые люди попадают когда начинают бэктестировать стратегии но я хотел просто и такой некий список огласить я не говорю что там каждой из этих проблем какое-то дано решение или что есть ответы на вопросы просто не хотелось эти вопросы вот проговорить может быть пообсуждать вот и так в общем а здесь я расскажу про вот общие проблемы которые в бэктестинге возникают а про этапы бэктестирования потому что вот мы говорим бэктестирование но на самом деле подразумевается разное у кого-то бэктест более подробный тест у кого-то бэктест это тест на менее подробных данных все имеют ввиду разные это тоже надо разделить вот дальше расскажу про вообще структуру хранения маркет данных потому что от этого зависит собственно как будет устроен тест немножко расскажу про некоторые вопросы которые при реализации бэктеста возникают но алгоритмического плана и дальше дальше последний пункт это собственно про поиск алгоритм и оптимизацию параметров нормально и про оптимизацию параметров это как бы уже немножко не бэктестинг это то что к нему примыкает и на самом деле это в общем для меня лично самое интересное дело поэтому хорошо добраться до последнего пункта и о нем поговорим так дальше значит общие проблемы значит вот здесь вот здесь будет пункт а это подпункты пунктов несколько они не помещались поэтому они на разных ставках первая проблема у нас что-то получается на тестах но не получается в продакшене из-за чего такое может быть первая причина которую я выделяю это так называемый вот фрикшенс то что физики называются силы дрения туда я отношу бедаск спред которые часто не учитывается в стратегиях комиссии биржевые брокерские которые кстати разные внутри дня мы торгуем или с переносом через день и проскальзывание то что называется это вот проскальзыванию лично я отношу такой эффект когда мы посылаем ордер на рынок но из-за временной задержки мы получаем ну и либо мы не можем ударить в рынок рынок от нас уходит либо по нам не могут ударить либо мы не можем встать на нужный уровень стакана ну такой обычный в и чеки происходит дальше вторая причина это неправильные данные собственно что может быть могут быть какие-то пробелы в маркет данных они там записаны не все не все данные у нас записаны например а или могут неправильно быть проставлены времена то есть вы слушаете поток вам прилетают маркет данные с таймстэмпами какими таймстэмпами биржевыми или вашими таймстэмпами которые в момент записи тоже надо про это помнить значит дальше неправильные мета-данные то есть под мета-данные тут подразумеваются времена расписание биржевых сессий всякие там лот-сайзы тег-сайзы также могут быть не учтены выходные праздники то есть вы тестируете стратегию невзирая ни на какие праздники но там какие-то возникают убытки потом начинаете разбираться оказывается что например перед какими-то длинными праздниками стоит закрыть позиции и вот про это тоже хорошо помнить ну и соответственно могут быть баги в реализации в частности очень распространенная ошибка это заглядывание в будущее либо использование каких-то величин которые по сути тоже заглядывание в будущее представляют но в общем которые нам неизвестны заранее вот популярный формат ухл ц open high low close так вот ни high ни low ни close нам неизвестны в момент таймстэмпа то есть если этот сэмпл у него таймстэмп начало сэмпла то ни high ни low ни close мы не знаем и считать в бэктесте что мы по ним делаем сделки мы не можем потому что в реальности мы никогда не поймаем этот ни high ни low ни close вот дальше вот дальше значит что еще может быть какие еще могут быть проблемы проблемы могут быть в это уже другого плана проблемы это уже не когда у нас на соответствие теста и реальности это проблема написания бэктестов и собственно программирование стратегии разные модели вычислений самый распространенный пример вы делаете бэктест на матлабе вот потом его надо переписывать в продакшен алгоритм продакшен алгоритм он императивный он стоит машина он на онлайн данных а в матлабе мы все считаем по массивам с помощью векторизации и вот как надо переписать надо переписать мы переписываем у нас получается совершенно что-то другое результаты не сходятся вот дальше еще к этой же теме относится такая вещь что на бэктесте иногда удобнее программировать многопроходно алгоритм мы посчитали поток одних величин дальше мы по этому потоку посчитали производные данные еще мы как бы вот слоями вычисляем а в то время как в продакшен алгоритм это все вычисляется онлайн ну так event-based вычисления идут дальше что еще может быть разная архитектура ну например в продакшене у вас используется стендалон экзекьюшен то есть отдельный модуль для экзекьюшена в бэктесте например у вас все в одной программе у вас там ну или вообще нет экзекьюшена в бэктесте или он как-то встроен вот или же наоборот в бэктесте вы используете какие-то внешние модули там какой-то калькулятор стендалон или опять-таки в продакшене у вас есть какой-то сервер который что какой-нибудь прайсинг там делает тоже так бэктестировать сложно потому что ну вот как вы на исторические данные подтяните вот этот же сервер как вы его проиграете на истории то есть это тоже надо постараться дальше разные структуры данных и разные протоколы но это близко к этому тоже у вас в бэктесте может быть как данные хранятся в SQL или текстовых файлов в реальности у вас там записанный ордер лог или там левел 2 ордер флоу и тоже могут разные эффекты возникать вот разная сетка сетка с постоянным шагом на бэктесте например используется в реал тайме у вас нет никакой сетки с постоянным шагом ну вот дальше что еще сложно становится делать перенос бэктеста на продакшен если используются какие-то внешние библиотеки то есть люди любят говорить что в матлабе действовать хорошо там очень много всяких библиотек всяких сложных методов написано ну вот сложно это тем что как потом это все в продакшен переносить как это все интегрировать ну и на самом деле еще разница платформ если вы пишете бэктест на windows а у вас серверы на linux в момент переноса и когда программируете боевой алгоритм то он может тоже что-то концы с концами могут не сойтись вот дальше еще такая важная вещь что бэктест хорошо бы уметь запускать в цикле с разными параметрами для того чтобы эти параметры оптимизировать поэтому если у вас бэктест вот такая вот черный ящик который вот кнопку в гуе нажал он прокрутился то непонятно что дальше с этим делать потому что ну хочется как-то всю эту машинерию бэктеста уметь прогнать заданными параметрами в цикле а если это виндовая программа под гуем то вот как это все обернуть вот и соответственно наоборот после бэктеста хочется уметь выплевывать какой-нибудь конфиг для продакшена то есть хочется уметь запустить бэктест там например в таком режиме чтобы он взял сегодняшние данные и выдал нам конфиг для торговли завтра и почему хочется это сделать потому что хочется чтобы вот те процедуры которые в бэктесте были чтобы ровно они работали когда мы боевой конфиг генерим вот соответственно ну еще такой аспект то что называется transparency если мы что-то увидели в исследованиях хорошо бы это уметь найти и в сырых маркет данных вот мы увидели какой-то спайк что мы на нем зарабатываем хочется убедиться что это не лажа надо пройти по этапам бэктестирования назад как бы до сырых данных просмотреть откуда откуда этот спайк взялся ну и наоборот если есть маркет данных наоборот какие-то спайки хочется посмотреть как это влияет на наш бэктест который там на сэмплах на уже агрегированных данных то есть надо проследить вообще вот как бы соответствие между исходными данными и теми данными что в тесте можно дальше вот соответственно я уже вскользь упомянул что бэктест он как бы разбивается на стадии значит первая стать ну и первый слой бэктест это самый такой грубый пристрелочный тест это можно сказать даже не теста исследование просто standalone research то что называется это когда люди выгружают данные для матлаба r или excel что-то там смотрят то есть там возможно вообще работа без таймстэмпов идет просто поток данных индексированный там индексами просто натуральными числами без без таймстэмпов вот там делаются разные визуализации строится гистограммы мы там даже можем не считать пнр мы можем смотреть какие-то свойства временного ряда говорить что есть там какая-нибудь возвратность есть там что-нибудь какие-нибудь хвосты там маленькие или большие вот соответственно здесь важно иметь правильно подготовленные данные вот то тот вот пункт с выкидыванием разных выходных там гэпов и прочее и прочее чтобы не налетать на вот эти эффекты потому что здесь вот когда у нас данные уже агрегированы мы этого ничего не увидим так дальше следующий слой это standalone бэктест то что я называю это бэктест на отдельных данных когда нам не нужна экзекьюшн платформа а значит можно это делать на сэмплированных данных на ухл ц но тогда нам придется как-то вводить вот этот фрикшн то что называется то есть нам нужно как-то будет вводить комиссии спред извне ну как-то там его оценивать но значит дальше можно тестироваться на беда бедах и асках отцеплированных тоже например но но уже есть беда ск который может быть кстати и глубину немножко отцеплирован то есть небес бит небес тоск а те количество примерно на которые мы хотим торговать объемы здесь уже спред у нас есть комиссии у нас есть здесь уже будет более достоверный тест дальше но единственное что в обоих случаях мы не можем проверить не слипыч мы не можем проверить market impact естественно и на этом же этапе можно сделать экспорт вот как раз для тех аналитических тулзом для матлаба и так далее наконец стадия тестирования production backtest когда вы берете уже боевой алгоритм и прогоняете его на истории ну правда нужно нужно чтобы боевой алгоритм умел прогоняться на истории то есть чтобы платформа позволяла запустить алгоритм не на онлайн данных а на исторических а да вот получается это пейпо трейдинг на исторических данных пейпо трейдинг на реал тайм данных когда вы включаете алгоритм но он у вас не торгует а просто пишет лог сделок там считает pnl но не отправляет ордера дальше уже более подробное тестирование когда на маленьких объемах и уже реально в бою там уже можно проверить slippage можно проверить market impact но правда не до конца потому что объем маленький вот дальше важный аспект вот этого типа тестирований production backtest это то что вы можете протестировать уже непосредственно код который будет крутиться в продакшене пройти по всем веткам кода а также тестировать deployment конфигурацию логи почитать тестировать как само логирование происходит дальше так стоп да значит ну какие то вопросы есть по тому куску который прошел по стадиям бэк тестирования это понятно или это как то все непонятно и мутно понятно наверно здесь многие занимались тестирование поэтому все понятно это хорошо это на самом деле хорошо ждут пятый кент да хорошо давайте тогда может быть ускоримся про структуру данных я хотел сказать что да вот про структуру данных стоит помнить что не надо забывать про мета данные это список инструментов это список инструментов связи между инструментами то есть это не просто про них не надо забывать а хорошо бы иметь какую-то структуру данных чтобы можно было в бэктесте прямо вот на лету в алгоритме ходить по связям то есть я хочу взять там первый фьючерс для вот этого спота там следующий фьючерс вот тоже хочется как то брать опционы из серии это может быть следующий докладчик расскажет я не знаю как это по хорошему делать с опционами значит дальше нужно помнить расписание сессии и календарь как раз для того чтобы пропускать разные гэпы нужно уметь делать фьючерс роллинг потому что деривативы экспирируются это как бы не то что какая-то задача просто тоже нужно про это помнить и например вот когда готовые тулзы бэктестовые рекламируются и продаются вот у меня к ним сразу первый вопрос ребят у вас фьючерс роллинг там есть а если я хочу там на следующий фьючерс и опа оказывается нету даже такая вещь она уже в коробочных продуктах не встречается частенько ну и так идеально конечно учитывать сплиты стоков объединение этих стоков когда они там слишком дешево стоят ну и появление исчезновения новых инструментов чтобы тоже бэктест не ломался дальше ну тексайзе лотсайзе да тоже умеет меняться но мы считаем это мета данные биржа потому что тексайзе они обычно не привязаны к инструменту они еще в календаре хорошо знать есть когда зимнее и весеннелетнее время это если нету да 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 что требование по маржи да перед праздниками маржинальные требования возрастают то есть по ГО да Дальше, собственно, то были метаданные, это, собственно, данные. Ну форматы, наверное, тоже все знают, L1, L2, L3, L3 это order.log, по нему надо собирать стакан. Вот, OHLC, популярный формат, непонятно почему популярный, потому что непонятно что с ним делать, нафига нужны high, low, close, ну close еще ладно, high, low они вообще как бы ни о чем, на мой взгляд. Звучит красиво. А, вот что такое Tivo Bidask, это Bidask оцемплированное по времени. Bidask оцемплированное по времени. Вот такой формат лично мне очень нравится, потому что он воспроизводим в торговле. Если вы в бэктесте предполагаете, что вы по этой цене покупаете и продаете, то потом в реальность, ну это, например, минутный Tivo от Bidask, то есть средний за минуту Bidask, то потом в реальности вам достаточно в течение минуты отторговать равномерно по времени, там, каждую секунду равными порциями купить, вы получите ровно ту же цену. Ну, если не учитывать там всякие market impact и прочее. Дальше, значит, Uniform Grid, это равномерная сетка. Так вот, бэктесты удобно делать на равномерной сетке, но это немножко больше данных. Вот это тоже слово о форматах. И, наконец, есть еще такая штука, нужно помнить про ивенты или же состояние какой-то величины. То есть, например, вот есть Last Trade Price, а есть, собственно, Trade. И иногда полезно различать. У вас Last Trade Price мог не поменяться, но теоретически два трейда пришли на одну и ту же цену. Но вам важно отслеживать события трейда. То есть, вот тоже иногда нужно помнить, что у нас событие или смена состояния. Но это все на самом деле так, технические вещи. Следующее. И, соответственно, в зависимости от того, какие данные, мы их по-разному обрабатываем. Значит, можно читать синхронно, если у нас сетка равномерная. Можно читать, делать мердж по таймстэмпам, если сетка неравномерная. Причем можно это делать симметричным образом. То есть, все источники данных равноправные, либо несимметричным, когда мы читаем какой-то опорный источник данных, а остальные вычитываем до того таймстэмпа, который сейчас в основном источник там. Я не знаю, интересно это вам или нет. Если нет, говорите, что идем дальше. Соответственно, еще данные могут быть организованы иерархически. Например, по кварталам, по дням и внутри дня у вас лежат там внутридневные данные. Можно так тоже делать и читать. Иногда это удобнее, иногда нет. И, соответственно, можно применять все это в смеси. И тогда можно говорить про граф потоков данных. То есть, у вас идут источники данных. Они там как-то мерджатся, совместно читаются. От них идут зависимые данные. Те данные могут тоже мерджиться, ну и так далее, и так далее. Дальше. Соответственно, вот как я уже сказал, иногда возникает такая вещь, что хочется многопроходно делать тесты и прогать бэктест, ну, прогать вычисления и исследования многопроходно. Тут вот я ввожу такие вот словечки, как вертикальные и горизонтальные вычисления. То есть, горизонтальные, когда мы что-то считаем по слоям. Нулевой слой – это исходные данные, потом отсемплированный первый слой, потом более грубые сэмплы, потом идут какие-нибудь индикаторы, потом идут сигналы, потом это все смешивается, и уже идут трейды, и в конце идет последний слой – это уже поток equity line, P&L. Это удобно делать как бы по слоям, потому что это можно все посмотреть тогда, визуализировать, проверить. Но в продакшене, тем не менее, все это работает, как я называю, вертикально. То есть, как бы онлайн, по событиям. И поэтому, если бэктест сделан горизонтально, придется все переписывать, тоже нужно про это помнить. Есть на самом деле техники, как писать вычисления, как будто они идут горизонтально, как будто вы работаете по слоям, но на самом деле все будет экзекьютиться в ивентной модели. Соответственно, хорошо. Дальше. Вот. И если мы хотим сделать вычисления по слоям, то можно воспользоваться следующими техниками. Можно писать промежуточные файлы, можно писать не в файлы, а в пайпы. Можно все данные промежуточные хранить в массивах внутри бэктеста. Но тогда, конечно, нужно себя ограничивать от подглядывания в будущее. Можно сделать несколько потоков чтения данных. Какие-то могут идти независимо вперед по одному и тому же каналу. Есть такой термин «курсоры». Может быть, кто-то знает, когда мы по одному потоку данных бежим несколько раз, для каких-то величин мы должны забежать вперед. Но мы об этом помним, и мы этим не злоупотребляем. И где-где-где-то мы вперед не забегаем. Насчет Lookahead. На самом деле, иногда действительно это полезно. Это, естественно, не для бэктеста и не для сигналов, но для каких-нибудь оценок, для каких-нибудь метрик это полезно делать. И Lookahead иногда позволяет проще прогать вещи. Например, узнать, что завтра праздник. Как вы это знаете? А тест это как вы знаете? Lookahead. Ну, вот время это Lookahead, если нам нужно нольмерную величину знать. То есть, просто время. Когда следующее время? Ну, например, вот тот же Lookahead мы среднее по дню посчитали, среднюю цену за день. И приписали ей там таймстэмп начала дня. Вот, по сути, уже Lookahead. Потому что мы весь день просмотрели, а таймстэмп у нас там 9.00 или там нуля часов, нуля минут. Соответственно, ну а если мы припишем таймстэм конца, то на визуализации будет некрасиво. У нас вот эта вот усредненная линия, одна прямая, она будет идти не сквозь наш график, а она где-то будет там сзади или спереди. Ну, конечно, можно там визуализацию поменять, чтобы она чертила линию назад. Ну, это уже как бы ладно. Вот, соответственно. И, наконец, есть такая техника продюсер-консюмер, когда у нас есть как бы независимые вычислители, они бегут по потокам данных и они выдают на выходе тоже поток данных, тоже с таймстэмпами. И этот поток передается другим таким же консюмерам и получается такой вот график. Ну, это тоже можно по-разному пробовать. Это могут быть разные серверы в сети, разные бинарники на одной машине, связанные пайпами, например. Это могут быть многотрэдная программа, тоже связанная каким-нибудь FIFO многотрэдным. Это могут быть корутины, что особенно удобно, чтобы не было конкуренси. Или же есть такая техника Alvestreams, если будет интересно, расскажу. Я так понял, что все это не очень интересно. Дальше идем. Еще такой вот есть поинт переиспользования кода. Как я уже говорил, хорошо бы то, что написал в бэктесте, по возможности делать и в продакшене. В идеале прямо эти же процедуры использовать, но на самом деле можно и переписать, если это другой язык, например. Но при этом парадигма программирования та же, то есть императивная, то на самом деле можно и переписать. Ну и где еще хочется использовать то, что в бэктесте? Во-первых, в процедуре, которая оптимизирует параметры. То есть, как я уже говорил, можно бэктест запускать в цикле с разными параметрами, но это не всегда эффективно. Потому что у вас бэктест вначале может быть что-то зачитывает, и так он будет каждый раз зачитывать. Вам хочется вот это один раз зачитать, потом вот это ядро, которое там крутится, погонять в цикле и потом там стадию вывода тоже сделать общую. Соответственно, это все должно быть модульное. И вот, например, как это делать в коробочных продуктах, где ты нажимаешь кнопочку пыщи, она там один бэктест прогоняет, вот как это все завернуть, вот непонятно. Это, так сказать, камень в огород всяких там систем и готовых вот этих виндовых программ, которые там типа бэктестинг есть. Дальше, наоборот, противоположная вещь. Хочется уже, как я говорил, выплевывать результаты в продакшн теми же процедурами, которые были в бэктесте. Также вот есть сложность использования внешних пулзов, что уже было сказано. И, да, есть некоторые трудности. Если мы делаем на винде бэктесты, то потом как их сопрягать с другими программами? Возникает тоже некоторая проблема с передачей данных, потому что в Linux все просто через всякие пайпы файлы, а в Windows там понятно как. Вот. Зокеты? Да. Ну, это, конечно, круто. Ну, это да. Они должны друг друга знать приложение и коннектить друг к другу. Они должны одновременно работать, а файл нас от этого отвязывает, мы файл выплюнули, программа завершилась, другая взлетела через какое-то время, прочитала. Вот. Соответственно, ну, еще хочется переиспользовать данные. Вот тут о чем хотелось сказать, что вот если есть коллектив исследователей, там часто бывает такая вот ситуация, что кто-то говорит, вот у меня там есть сигнал на среднем, что-то там можно заработать. Другой, значит, говорит, да нет там ничего, в общем, я тоже среднее смотрю, там ничего там нельзя. Оказывается, у них средние разные. То есть хочется что сделать? Хочется, чтобы все люди видели одни данные, но это как бы понятно для маркет-данных, это тоже понятно для сэмплированных. Что? Извините. Вот. Но для промежуточных данных, если кто-то что-то насчитал, какие-то индикаторы, то это уже становится менее очевидно. То есть как сделать так, как дать величинам какие-то названия, чтобы если там Вася сказал, посмотрите там среднюю с такими-то параметрами и Петя посмотрел то, что надо, это вот тоже некий такой поинт есть. Вот. И также к этому примыкает вопрос кэширования. Если мы умеем сохранять промежуточные данные в виде каких-то уже преднасчитанных потоков, то это нам экономит время в бэктесте, потому что не надо одно и то же считать. И вот, соответственно, да, вот как сделать такое хранилище для преднасчитанных данных. В частности, вот как туда обращаться, что ключом будет. Это тоже вопрос для обсуждения, если вдруг интересно. Дальше. Вот. Мы добрались. Мы добрались до, значит, автоматизированного поиска. Тут всего один слайд. Вот. Я хотел бы отметить, что вот в поиске алгоритмов и оптимизации параметров мне, как мне кажется, нужно руководствоваться принципом, что, ну, скажем так, я это понимаю в таком плане, что мы не тестируем какие-то вот уже заданные идеи, вот у нас там припасено там несколько идей, мы хотим про бэктестировать. А мы говорим про картину, когда у нас нет вот какого-то конечного числа идей, а нам нужно двигаться в ширину. То есть, вот тогда все эти вопросы, значит, актуальны. Если у нас там за 20 лет работы есть там три каких-то особых алгоритма, понятно, что можно бэктест делать как угодно, его можно делать долго, потом все оттестировать и все нормально полетит. Ну вот, значит, мы говорим про поиск в ширину. И еще как бы тут такой аспект, что, ну, не знаю, это вот может быть моя вера, но мне кажется, что вряд ли есть какие-то несколько правил, которые прям вот работали и будут работать, поэтому поиск в ширину нужен. Надо уметь данные качества. Продавай дешево, продавай дорого. Вот единственное правило. Ну, оно не алгоритмизируемо. Это хорошее правило. Можно еще сказать, надо быть богатым тоже, а не бедным. Ну, вот такой принцип есть, как бы вместо теории лучше применять подход try and tell, то есть нужно уметь просто и легко, непринужденно запробовать какую-то идею и ее проверить. Это иногда лучше дает результаты, лучше результаты, чем какие-то долгие теоретизирования, исследования со стороны науки, там, а будет ли это работать, а почему оно не будет, вот лучше просто брать и пробовать. И еще тут такой момент, что если у нас попытка, она трудоемкая, если нам вот что-то запробовать и посмотреть сложно, то тогда люди начинают пробовать не все идеи, которые им в голову пришли, а вот начинают думать, а что попроще-то, вот эта хорошая идея, ну, блин, как-то вот она там пробуется, сложно, дай-ка я лучше попробую вот эту, она попроще. Получается то, что мы называем implementation bias. Пробуются те идеи, которые на данной инфраструктуре легче попробовать, а вовсе не те, о которых подумали. Ну, естественно, принцип такой, что воронка поиска, то есть мы должны быстро проверять, получать отрицательные результаты для совсем каких-то трешовых случаев, а уже более интересные мы можем исследовать более подробно. Также еще такой есть момент, что когда гоняем разные тесты, хотелось бы в них попутно насчитывать сразу же как можно больше метрик, чтобы не приходилось, когда мы уже выделили кандидатов, прогонять их отдельным более подробным тестом, чтобы потом там сказать, а какой там трудаун был, еще что-нибудь. То есть лучше сохранять как можно больше метрик, чтобы потом на них смотреть. А также вот нужно таким принципом руководствоваться, что либо мы получаем положительный ответ, как с какими параметрами, чем торговать, какой при этом получается перформанс, либо мы должны с большой уверенностью говорить, что при разумных сочетаниях параметров здесь никаких алгоритмов нет, и как бы не надо дальше зацикливаться, можно двигаться, искать другие алгоритмы. Потому что часто попадаешь в ситуацию, что вот оно то ли не работает, то ли может быть у меня параметры неправильные, может быть там еще какое-то что-то допилить, и оно заработает. Но вот эта ситуация плохая, потому что в ней можно очень долго сидеть, то есть получать отрицательный ответ тоже нужно, чтобы он был уверен, что тут ничего нет. Это означает, что мы должны перебирать по достаточно широкой сети параметров, ну и еще уметь там всякие фичи, алгоритмы вставлять, что если здесь вот сделать так, если выбросить пятницу, если то сделать, если сё. То есть перебор не только по параметрам, а еще и по неким логикам, скажем так. Нужна прозрачность, чтобы можно было от теста приблизительного и верхнего уровня быстро спуститься к нижнему и проверить все досконально. И наоборот, если на более точном тесте у нас что-то пошло не так, подняться наверх, сказать, почему мы этого не почувствовали на более приближенном тесте. И я бы сказал, что еще вот есть такая штука, метод Relevance, то что называется, что я имел в виду, что в принципе если вы получили какой-то алгоритм, он по метрикам вас устраивает, и он прошел проверку на стресс-тестах, то есть там шевеление параметров алгоритма, шевеление исходных данных. И если он вас устраивает, то в принципе не важно каким методом нашли, потому что иногда люди высказывают такую точку зрения, что вот нам нужна методология поиска алгоритмов. Нам нужна методология, которая бы что-то находила, мы ее проверим на том, на всем, на этом рынке, вот если она везде что-то находит, мы дальше ей будем слепо доверять. Ну вот мне кажется, что методология не так важна, а важно, что мы находим. Мы можем это найти просто наугад, запрограммировав прогнат, мы можем прогонять какие-то интеллектуальные вещи, типа там генетических алгоритмов и прочее. И не важно, как мы пришли к алгоритму, важно в общем-то какие у него параметры. И здесь большую роль играют метрики. То есть на самом деле, вот тоже хотел сказать, что часто очень идут дискуссии и доклады насчет того, значит вот генетика или бустинг или еще что-то. На самом деле это все по сути способы перебора. Мы перебираем, мы как-то формируем алгоритм, может быть мы его случайно, как случайное дерево вычисления формируем, то ли у нас там дерево вычисления задано, то ли параметры меняются. По сути мы перебираем в пространстве алгоритмов разные варианты и дальше их как-то оцениваем по метрикам. И с этой точки зрения, это уже второй вопрос, как делать перебор, то ли это будет вообще полный перебор по сетке, то ли это будет какой-то итеративный перебор, или же это будет генерация алгоритмов с помощью генетики. Это уже не так важно, это уже скорее вопрос о том, как быстро мы зайдем в ту область, где у нас прибыльные алгоритмы и вообще найдем ли мы ее, потому что если перебирать тупо по порядку, то мы можем до нее никогда не добраться. Но на самом деле это как бы отдельный вопрос, а важный вопрос, как мы оцениваем эти алгоритмы, то есть что у нас в качестве метрии. И вот об этом можно побеседовать, если интересно. Я так понял, что это наиболее интересный момент. Да, и за это было интересно. Соответственно, вопросы. Ну да, вот шарп он отвечает за то, как можно масштабировать стратегию, соответственно, drawdown, можно еще мерить время флета, потому что в нормальных стратегиях сильных drawdown быть не должно, но флеты могут встречаться, поэтому флеты тоже надо мерить. Еще что можно делать? Можно мерить положительную и отрицательную часть. Вот у вас P&L идет, он складывается, ну, примерно по дням, смотрим, а были по месяцам, то есть какие-то месяцы или по сделкам, какие-то у нас, скажем так, трейды, дни, месяцы были в плюс-минус. Мы нашу всю equity line разбиваем на положительную и отрицательную часть, то есть когда были плюсы, когда минусы. Дальше можем их с весами как-то складывать, вычитать, штрафовать за отрицательную часть, поощрять за положительную. Можно также вместо шарпа тоже шарп, вот как его считать, то есть если его считать просто по доходностям за месяц, за день и стандарт дивейшн от этого брать, это одно. Можно взять equity line, провести метод на меньше квадратов и смотреть отклонение от нее и дивейшн от нее мерить. Так у нас не будет зависимости от первой и последней точек, потому что в классическом шарпе, если мы просто берем по приращениям, мы фактически берем первую и последнюю точку этой кривой и строим хорду, а можно по МНК. Ну, будет немножко лучше, но примерно то же самое. Ну, про метрики мне самому тоже интересно узнать. Хорошо работают с верхних параметров, если у вас есть параметры, вы положительные, несколько положительных. Хорошо работает величина обратная в сумме обратных величин коэффициентов. То есть это получается произведение, у вас есть там А, В и С. Это дает А умножить на В умножить на С плюс А. Ну, это приводит к тому, что сверху у вас А умножить на В делить на А плюс В. Темный маркер возьмите. Ну, понятно, это работает, когда они положительные области оба. Вы имеете в виду, когда есть параметры, какие-то две метрики. Да, да. Это позволяет добиться... Надеюсь, они отына какого размера. Нет, не обязательно. Ну, можно и выравнивать. Не-не-не-не-не-не. В машине. Нет. В этом случае А умножить на В делить на А плюс В. Ну, это тоже самое. Соответственно, здесь, может быть, членов нескольких. Нет, правильно. Ну, разобьи. Ну, лучше ты не стал. Или сюда, или больше? Нормально. Нормально. Цвет слева. На самом деле, можно комментарий? По первой части, то, с чем я сталкивался, есть принципиально два разных подхода. Либо мы берем, с учетом всех выходных, с учетом праздников разного времени у нас и на Западе, еще чего-то, мы берем все-таки промежутки нити, равные и неравные. Опять же, это вопрос, что мы можем еще и время брать, не неравные, а каким-то образом меняющиеся, в зависимости от полотильности, потому что время, мера событий. Но мы разбиваем на какие-то интервалы. И в этом случае мы должны смириться, что у нас есть некий слепоч, мы по концу или по этой цене входим в рынок, выходим из рынка. И это ориентировано на удержание позиций в разы больше, когда на порядок, на два порядка больше, чем, собственно, этот интервал, на который мы разбили. И в этом случае нам не надо особо заморачиваться с большей частью того, что сказали. Второй вариант, вы наоборот берете потиковый слепок стакана, прогоняете его на моделирование, выставляете ордера, моделируете задержку, вы тоже нормально, выставили ордер, он через 2 миллисекунды или через 3 в ваш моделируемый стакан встал. В этом случае я скажу, что очень адекватно можно посчитать на малых объемах, и это практически не будет отличаться от реальности. Но как только начинается импакт на рынок, то с какого объема, он уже работает по-другому. Я знаю, что некоторые делают имитацию рынка, смотрят функции распределения ордеров, генерируют их. Ну, подобного не делал. Но вот, грубо говоря, два вот этих уровня. Один, это когда вы одним лотом, чтобы не было импакта, проводите тест на стакане. Второе, когда у вас интервал гораздо больше. И эти вещи понятны. Все, кто делал бэк-тесты, более-менее понимают, что с этим делать. А вот промежуточные вещи, когда тиков слишком много для того, чтобы моделировать, потому что один день на тиках промоделировать, это уже занимает секунды. Это вопрос. Вот вы видите по корреляциям, по опережениям. Модель показывает, что в принципе должно работать на интервалах не в разы больше минуток, а вот на 2-3-5 минутках. Что вам с этим делать, если у вас данные там минутные? Тиков слишком много. Секунды взять. Секунды. Но промежуточный уровень, когда есть бедал. Сильно меняется характер рынка. То есть, он совершенно разный процесс идет. Ну, если у нас данные не выдерживают сэмплирования вот этим равномерным бедалом за секунду. Я просто отмечаю, что вот есть вот этот момент промежутки между двумя моделями, которые иногда и одну еще не работает, и вторую уже не работает. Ну, вот, может быть, вариант это взять вот эти сэмплы секундные, то есть промежуточного размера, ну, средние, например, за секунду, померенные по, там, не знаю, 10 отчетам внутри секунды. Но бедаск, чтобы был. То есть, когда у нас грубый подход, у нас даже бедаска нет, мы там забиваем на slippage, забиваем на комиссии и спред, мы там их как-то потом добавляем в конце, примерно по тюноверу оцениваем, умножаем тюновер, там, на одну, там, один пипс, и вот так вот. А можно ввести бедаск, хотя бы спред тогда уже съестся. Но вот если там какие-то эффекты с формой стакана связаны, мне кажется, это уже ищет. На ликвидных рынках это работает. На многих наших инструментах нет. Ну да, но тогда уже все, тогда уже нужно. Не, можно стаканы насемплировать. Можно взять, проехать, ну, взять поток стаканов, тоже их насемплировать. Нам не нужны каждый уровень, и нам не нужен уровень номер 1, 2, 3. Нам на самом деле нужно их насемплировать по объемам. То есть, одна единица, 2, 4, 8, 16. И у нас будет несколько линий таких идти. Несколько бидов, несколько асков. Такая вот будет идти, многослойный такой пирог. Его тоже можно отсемплировать по секундам, например, усредненно. Может быть, это поможет. Так вам же предложили на одном лоте всего лишь делать. Как только больше одного лота, у вас риск, что у вас идет импакт. И вот эти дополнительные линии, которые вы добавляете, они каждая на порядок менее разумны, чем предыдущие. Почему уйдут? А потому что рынок ведет себя по-другому. Но если я одним ордером ударю, который не один лот, а пять лотов, но я ударю одним ордером, а там это есть объем стакана. У вас это возмущение очень на больший срок сказывается. Ваш стакан, который вы видите вперед, становится неадекватным. То есть, вы делаете модель, вы вообще эмулируете рынок. Это отдельная тема, которую обсуждать долго. Если вы берете реальные данные и тестируете нереально, больше одного лота очень большой риск. А вот, кстати, тоже хотел заметить, я мало, честно говоря, тестировал, но много думал, скажем так. И у нас есть такая проблема, как очень редкие данные, условно говоря, выбросы такие мощные, которых за год может быть 5 штук, например. А если система их ловит, то, ну все знают, оверфитинг тут начинается, ловля редких событий, то есть хотя бы с этим надо побороться. Но вот как вы с этим боретесь, если вы боретесь? Вот эти спайки и выбросы, они плохие или хорошие? Вы хотите на них зарабатывать? Я хочу на них зарабатывать, но я же понимаю, что у них характер достаточно случайный. То есть, вот эти крайние точки, они, конечно, по теханализу очень часто потом почему-то попадают на какие-то линии, и понимаешь, что эти точки, они как бы не совсем случайны, но они все равно случайны. Ну, некоторые основания так думать у меня есть, да? Но они случайны, как в квантовом смысле, да? То есть, есть либо вот это будет, либо вот это, либо вот это, да? Но в этом смысле это случайно. И, соответственно, когда вы тестируете, вы этого же не знаете, как… Может быть не случайно, а вероятностно, просто низкая вероятность. Это то же самое, Лилюш. Нет, это… Мысль закончу просто, да. Соответственно, получается, что можно попробовать тестировать с модифицированными данными. То есть вы, когда тестируете, вот вы сейчас прогоняете какую-то идею через жесткие данные, которые у вас уже есть, да, и вы говорите, это правильные данные, а не истина. Но они не истина, потому что вот то, что Алексей говорил, да, когда вы начнете уже сами на этом рынке оперировать, вы его уже измените. То есть в этом смысле данные считать навсегда закрепленными, даже в прошлом, не стоит. Можно подумать, что есть такие специальные ситуации, когда данные, надо по ими поиграться. Ну, например, вот эти выбросы, да, можно построить отдельную модель на эти выбросы, потому что они редкие. И, когда тестируешь, посмотреть статистически вот по этому выбросу, чтобы не ловить вот то, чего не будет. Уж не говоря о том, что поисследовать глубину, да, то есть мы видим точку там, а там был один контракт, а плотность была процентов на 10 ниже от этого хая, да, ну, когда ты глазами это посмотрел. И ты понимаешь, вот это нет, это не было. А вот здесь вполне прошло бы там сотня лотов, например. Ну, тогда, мне кажется, нужно оцемплировать предварительно данные не одним лотом, а сотни лотов, то есть посмотреть среднеизвешенную цену для 100 лотов, и тогда мы увидим, что она будет не где вот этот спайк был, а уже ниже, где сама эта плана стоит. Вы предполагаете, что у вас все данные до тиков есть, а если их нет? Ну, если нет, то тогда нет, это большая проблема. У брокеров очень сложно добиться нормальных данных, у них даже нет секундных, например, да, вот все. Ну, это же не значит, что невозможно тестировать. Вы можете модель предложить, какие могли бы быть данные, скажем так. Ну, да, а где саму модель тестировать? Вот модель-то предложить можно, еще модель-то надо потестировать. Это уже надо подумать, это не так сложно, как кажется, это можно придумать. Модель – это то, что мы в голове придумываем. Поэтому, а потом вы ее накладываете на реальность, параметры выясняете и добавляете это сюда. То есть, я к чему? Я вас склоняю, понятно к чему, да? Не понятно. Не поняли, да? Нет. То есть, вы вот сейчас перечисляли методики, способы и так далее. А я еще вам добавляю мысль о том, что вы можете еще подумать, а как вы можете модифицировать модельно свои данные. Ну, комический случай, комический случай, извините, вот такое старинное, 20 лет назад это, да? Вот у вас есть система по данным, а возьмите ваши данные, переверните, ну, поделите единицу на ваши данные и прогоните снова вашу систему. Ну, вот мне кажется, проблема сходя на проблеме восполнения объемов. То есть, вот если мы на больших объемах, у нас мы стаканы выгребаем, они у нас в реальности бы восполнялись, туда бы робота накидывали, а у нас они не восполняются. Смежная проблема, да. Соответственно, а здесь то же самое, но тут более такой экзотический случай. У нас есть какие-то спайки, мы говорим, что мы когда будем бить по этим спайкам, мы будем как-то модифицировать рынок, но вот он будет модифицироваться не так, как вот этот импакт обычный, потому что на спайках там все по-другому, там другая жизнь. И типа вот как бы придумать, что делать со стаканом или не со стаканом, а с сэмплированными данными, как их модифицировать, то есть как какой вот этот хвост влияния нашего удара накладывать, то есть что там делать с данными, чтобы, значит, это было правдоподобно. Ну да, это задача. Я не только про это, я имею в виду в более широком смысле. Когда мы видим редкие данные, мы должны понимать, это очень специфически, что они были случайными. То есть вот, допустим, хай какой-то, он может быть таким, а мог быть другим. Вы можете промоделировать в тесте, что он у вас мог быть разным, этот хай. Модифицировать данные. Это что, это Монте-Карло, что ли, получается, метод? Ну, в каком-то смысле, да, немножечко Монте-Карло. Ну, вот то, что я делал, я делал возмущение данных. То есть для тестирования стратегии… А, все-таки делали возмущение. Да, конечно. В качестве стресс-теста, ну, даже не стресс-теста. Вы же это не сказали просто. Ну, да, не все рассказал, да. А, тайны остались. Хорошо, что я вскрыл это. Да, в общем, это отдельная тема. Очень интересно. Есть понятие стресс-тестирования. Это вот когда там говорим, о, доллар на 10% вырос по отношению к евро, там, какую-то вот ступеньку сделал, что произойдет с нашей системой. Но есть еще другой вид, скажем, не стресс-тестирования, но тоже тестирование с возмущением данных. Его цель – это избавиться от оверфита как раз, чтобы наша стратегия не цеплялась там за какие-то вот редкие события, не пыталась на них зарабатывать. И тут проблема такая, что если вы добавите сильное возмущение, ну, понятно, все разлетится, стратегия не будет работать. Если добавить очень маленькое, то она ничего не заметит. Тут нужно, вот как, я к чему пришел, что тут нужно некий экспертный анализ, экспертное мнение, какого типа возмущения брать, какого размера и какого типа. Оно должно быть алгоритменно, ну, нейтрально по отношению к стратегии. То есть, вот я делал, например, минревершен стратегию, брал, например, возмущение там типа какой-нибудь процессор Штейн-Улинбек или там какую-нибудь пилу случайную там со случайной длиной зуба и амплитудой. Но понятно, что если пилу добавлять для тестирования контртрендовой стратегии, то у нее прибыль будет возрастать. То же самое, если добавлять случайные там тренды для трендовой стратегии, она тоже будет ей наигрывать. И наоборот, если вводить одни тренды только в контртрендовую, естественно, будет падать прибыль. Ну, ты как бы что захотел, то и увидел. То есть, а что добавлять? Вот нужно понять, какой для данной модели шум будет нейтральным. Ну, например, вот броуновское движение хорошая вещь. Оно нейтральное и по отношению к трендовой и контртрендовой стратегии. То есть, если его одного пустить на вход, то ноль покажут в среднем, это ноль покажут в среднем. И опять-таки, а как делать броуновское движение? Если вы будете на каждый тик маркет данных делать, ну, будет зависеть от количества тиков, от размера, потому что там на этот корень из n надо делить. Вот что я делал, я просто говорил, что у нас в течение дня происходит 5 событий. Мы 5 раз разыгрываем какую-то числовую величину, это будет смещение. И у нас как бы пила из 5 зубьев накладывается на каждый торговый день. И вот от этого времени до этого у нас мы поднимаемся по вот этому сегменту пилы, потом опускаемся там по другому, потом еще поднимаемся по третьему сегменту пилы. И вот такое возмущение накладывается на ценовой ряд для каждого дня. А размер вот этой пилы, размер вот этих зубьев можно брать, ну, например, можно взять дневной рейндж и сказать там 20% от дневного рейнджа. Это будет какой-то физический смысл иметь. То есть мы говорим, что если у нас динамика цены была бы вот точно такая же, но, правда, вот на 20% инструмент бы съехал вверх, а потом вниз, а потом снова вверх. Вот как-то так. Что вы все это делаете? Ну да, да. А важный вопрос еще раз. Я в какой-то степени обобщу, что уже было сказано. Вот на первом слайде вы привели ошибки. Сейчас я пытаюсь отмотать. Которые возникают при тестировании на истории. И вот это их спектр. Предположение, что ошибки независимы... Где-где? В другом. Ну, вот у вас. А, сейчас. Я не... Следующий номер. Да. Какие-то есть ошибки благодаря каким-то процессам. Если считать их независимыми, то можно ли выставить критерии, о которых мы говорили, когда мы будем сравнивать с реальным интеллектом как-то роботе? А потом смотреть, какие ошибки сильно расходятся и минимизировать отклонения. И тогда выбирать нужную стратегию. Не, ну, дело в том, что ошибки будут там отнюдь не независимы. Они там будут... Ну, я так понимаю, да. Они там будут просто обусловлены самой процедурой. Они будут не модельные ошибки, когда у нас там истинные плюс какой-то эпсилон. А они будут просто, ну, грубо говоря, просто трэш будет получаться на выходе. То есть, ну, вот этот эффект, например, если мы тестировали одним объемом, потом начинаем выгребать половину стакана. Ну, просто-напросто, вот если так загрузить стратегию, вы на тесте, вы здесь, на этом спайке, вы выходили полностью, у вас сделка была. А в реальности вы не можете сделать сделку. Вы там стоите, цену подперли, цену не держите и все. Окей, я перефразирую. То есть, с чем с вами? Реальная работа робота, которая идет. Вы записываем какой-то лом. И мы там смотрим. Он отличается от того, когда вы прогодняетесь с каким-то, с помощью кого-то ПО на истории? Сильно отличается, как вы сказали, отличается. Ну, да, например, да. Так вот, если выбрать конечное, какой-то, значит, спектр ошибок поделить и посмотреть, как отклоняется в одном случае ошибка от другой, и выбирать модель, которая минимизирует все это отклонение. А какую модель? А вот мы бы приводили, берем возмущение. По какой модели выбирать возмущение? Можно миллион моделей каких-то процессов сделать? Ну, тут надо подумать. Не готов так сразу ответить. Потому что, как мы считаем эту ошибку? Ну, да, мы считаем разницу между бэктестом и реальной торговлей. Вот просто, и даже можно сказать, что проверяем конкретные по пунктам. Ну, хорошо. Ну, вот получили мы там две экотилайн какие-то. Они там как-то отличаются друг от друга. Вот. И что дальше? Давайте будем подбирать модель, которая минимизирует отклонения по ошибкам. А не по результирующей модели. А в чем минимизирует? Если модель возмущения, имейте в виду, ну, будет нулевое возмущение тогда. Да, но тогда вы тем самым реальный тест совмещаете с... Ну, ответ – нулевое возмущение. Оптимизатор выдаст. Не, ну это тривиальный случай. Ну, а как еще? Это другой критерий. Не минимальная ошибка, а минимальная ошибка, но возмущение по норме равно единице. То есть надо на единичной сфере искать эту точку тогда. Вы не могли бы рассказать, вот, собственно, какого... На каких рынках вы сейчас работаете? С какой частотой вашей стратегии? Да, сейчас скажу. Я сейчас занимаюсь тестированием российского рынка. Данные беру финамовские минутки. Из них изготовляю там 10 минутки, 15 минутки. Еще есть американские данные по каким-то сторонам, по акциям и фьючерсам. На самом деле я там сказал про опционы в плане структуры данных. Вот я до сих пор пока не решил проблему, как бэктестировать опционы вообще, как... Как бы их много, их серии. То есть для каждого страйка, для каждой экспирации их много. И хочется, вот у вас идет бэктест, хочется в каждый момент времени, например, спросить, сколько стоит опцион следующего, такого-то страйка, такого-то страйка, такого-то страйка. Вот как технически это делать, может быть, вот... Вот здесь как раз, это вот меня замучили этими вопросами, да, у вас будет там это тестирование опционных стратегий. Потому что вот это самая большая проблема, потому что нельзя вообще работать с историческими данными по опционам. Это настолько эфемерные данные, что... А из-за чего? В реальности будет всегда другое. А? Из-за чего? Стакан рыхлый или что? Не-не-не. Ну да, да, в первую очередь из-за этого, да. То есть сила опционов в том, что ты одновременно имеешь много страйков. Да. И что происходит на каждом конкретном страйке, это на самом деле не так важно. А важно в целом описать картину. И тогда уже можно смоделировать, что, ну, с некой вероятностью, что ты мог бы получить. Ну, условно говоря, у всех в голове это есть модель. Ставишь середину бидаск, и ты, скорее всего, получишь сделку, да. Ну, на любом рынке такая, да, вот, ситуация. Даже когда рынок достаточно неликвиден, обычно бидаск посередине уже срабатывает, да. Соответственно, можно построить некую модель, да. Чуть ближе к биду, там, чуть ближе к каску, там, и так далее. Соответственно, с опционами это вот в первую очередь. Это одна проблема. А с опционами это работает или нет? Да вот я и говорю, что... Не работает. Что не работает? Между бидом Аском ставить и там же... Работает, конечно, работает, да. Но верить этому сильно тоже не стоит. Потому что сложнее, скажем так, ситуация. Как минимум лучше провести улыбку, так называемой, волатильности, да. И уже не по бидаску, а скорее по улыбке. Но как ты будешь ее проводить? Она тоже иногда рынок очень кривой, и она может не срабатывать. Там не улыбка, там ухмылка будет тогда. Там не только ухмылка, там вот как сейчас на арене, там волна такая идет. Но это не главная проблема. А в бактестировании на опционах самая ужасная проблема другая. Если здесь, на линейном рынке, это уже проблема. Вот оверфитинг и так далее. Почему? Ну, про данные отдельно мне еще хотелось бы много чего сказать. Не буду загружать. Как вы сейчас будете докладывать? Нет. Нет? Нет, ну просто интересно. Это куларах можно поговорить. Есть другая проблема. Опционные стратегии слишком сильно зависят от траектории. От траектории чего? Рынка. То есть у вас есть идея, идея это просто идея, да. Идея это как бы в среднем на рынке. Вы считаете, что вот в среднем у вас будет мотожидание и так далее. Но когда вы будете бактестировать, ваша любая идея будет слишком сильно зависеть от конкретной траектории, что происходило с рынком. Но здесь может быть возмущение как раз поможет. Но у нас тогда нет данных по опционам, что бы тогда происходило. Ну, в общем, я к тому, что здесь проблемы сразу увеличиваются. Потому что пространство опционов это уже многомерное пространство, да. То есть вы, вот линейное время, когда одномерное пространство, как ни крути, ну двумерное, если время там считать, да. Опционы это уже трехмерное, четырехмерное, да. То есть в любом случае это уже совершенно другого качества проблема. И простые вот такие методы просто не работают. Поэтому я всех отговариваю тестировать опционные стратегии. Только вживую. Только вживую. Потому что вживую у вас есть идея, вы начинаете ее вживую проверять, включаете свою уже более мощную какую-то систему анализа, то есть вашу природу человеческую, да. И вот тогда вы что-то начинаете улавливать. Вот только так. А все вот эти бэктесты, это будет очень-очень ложно. Ну тогда можно попробовать вот paper trading на реальных данных. Да, да, да. Я с этого начинал, кстати. Именно с paper trading, да. Потом уже не paper, а так чуть-чуть объемы добавить. Да, да, да. Наблюдаешь, что происходит и начинаешь что-то замечать. А Алексей, говорите Виталию Курбаковского тестировать. Про себя-то. Да нет, у каждого свои будут. Сейчас, да. Я сейчас не торгую. Я сейчас занимаюсь разработкой бэктестовых систем и исследованиями. То есть у меня есть там планы найти нормального брокера в первую очередь, который бы давал сэмплированные данные. То есть вот проблема сейчас на самом деле такая. Брокеры предлагают либо садись на ДМА, слушай весь поток по фасту, либо, значит, устанавливай себе винду, прошу прощения, ставь туда какое-нибудь, прошу прощения, квик или метатрейдер и прочие там вещи для домохозяек. Пиши там на каком-нибудь птичьем языке алгоритм и все, будет тебе счастье. А вот так, чтобы, например, по фиксу, например, раздать секундные сэмплы или там какие-нибудь даже минутные сэмплы, они все тушуются и говорят, ой, нет, мы, конечно, под вас кастомное решение можем сделать, но вам это будет стоить. Ну, может быть, надо поискать у зарубежных брокеров, потому что, ну, IT-инвест здесь вроде как откликнулся, что-то у них какое-то решение такое есть. В общем, казалось бы, простая вещь. Хочу сэмплированные данные получать. Садьб не дает, Рада? Сдает он, что? Сдает. А Достов, это что? Это платформа под Windows. Конечно. Ну, зато упрощает, вы делаете пять шагов. Зато их... Нет, вам надо протестировать, а потом программируйте живой код на Windows. Нет, нет, нет. А у них есть MFIX, у них есть маркет-данные по фиксу, и они вроде говорят, что там сэмплированный поток. То есть, идея-то в чем? Что фаст принимать, это должна быть уже программулина на плюсах, которая быстро слушает, ну, которая быстро и нормально откликается. Почему? Потому что, если ты там пропустишь какие-то марки-данные, или там поменялся протокол, а ты этого не заметил, это твое responsibility. То есть, и это мейнтейнить тяжело. То есть, это не то, что тяжело написать, это надо этим заниматься и мейнтейнить. Надо мониторить, как поменялся протокол у биржи. Надо за всем этим следить, чтобы коннекшены не отваливались. Логирование синхронное, чтобы оно быстро там работало, без аллокаций, без мьютоксов, без всего. Потому что, если пауза возникнет, надо копаться, будет выяснять, почему пауза, например. Вот этого всего делать не хочется, потому что стратегии, ну, medium frequency и low frequency. И зачем вот этой всей ерундой страдать? Хочется, чтобы этим брокер страдал. То есть, у него уже там все чуваки сидят, там гейтвей у него есть, там фастовые. Казалось бы, ну, сделайте сэмплер. Тупой сэмплер, который нарезает эти стаканы. Просто последнее состояние перед следующей секундой. И отдает. У них этого нет. Андрей, а было у вас в жизни такое? Что? В корпоративной жизни были подходящие провайдеры, брокеры? Брокеров не было. Мы слушали ДМА, и мы сами все сэмплеры написали. Вот там, извините, был штат программистов, и там трое человек, высококвалифицированных программистов сидели и постоянно мониторили задержки. И даже сообщали брокерам, типа, ребят, у вас пауза в маркет-дате. Ой, да-да-да, мы по своим блогам тоже видим. Мы быстрее видели паузу в маркет-дате, чем брокер. Но, вы знаете, нужно как бы вот там двое человек на фулл-тайме сидели, это все делали. Один там дописывал, улучшал, а другой просто там, ну, мониторинг летел, там программа мониторинга, они тоже там. Нет, брокеры этого не делают, потому что мало клиентов на это. Нет, брокеры это не делают, потому что мало заказчиков. Они говорят, к нам либо приходят и чифтишники, они все из себя крутые, им нужен... Я реально не очень понимаю, потому что даже под Unix вы пишете ордер-лог, вы его можете обработать с помощью маленькой достаточно программки, на шарпе написанной, если вы сами кодируете там за 2-3 дня. Так я не хочу ордер-лог слушать. Это большой поток данных, это другое приложение уже по качеству и по скорости, и за ним надо следить, мониторить. Я хочу собрированный поток. Если это low frequency, или это какой-то общественный срок торговли, вот реально мне программист это дело мой писал за... ну, за неделю он написал, и эта штука пишет мне лодить в течение нескольких лет всего форца, и очень небольшая фиговина, к которой я обращаюсь, она мне делает стаканы, что-то написанное тоже мной за несколько дней, что-то им. Я вот реально не вижу проблемы, если вы кодируете. Ну, хорошо, а у вас были случаи... Под Unix прекрасно работает и Mono, и DC, и на чем ходить, на том пишите. Ну, нет, а у вас были... У вас были случаи, когда битые маркет-данные, пауза маркет-данных, или протокол поменялся? Бывали. А бывали случаи, что вот эта писалка маркет-данных, у него там коннекшн отваливается, у гейтвея, который слушает, ну, фаст... Ну, у меня где-то за, наверное, 4, ну, почти 5 лет, ну, дней 10 битых, да, есть. Ну, то есть, в принципе, не такая большая проблема, просто, так сказать. Ну, я с этим живу, мне это не мешает. Ну, выйдет, не считаю, что я в этих дней не торговал, ну, ладно. Тоже мнение, надо прислушаться, может быть, так и сделать. Коннекшн и в бою отваливается иногда. Ну, вот в том-то и дело, да, это вот будет виртуалка, она будет там стоять в колокейшене, слушать фаст. Мне, когда Форд приостановлен был, в связи с его ошибками, у меня больше, чем свои. Это тоже аргумент, да. Просто, что, хотелось, принимать вот сэмплированные данные, вот тупо скриптом, там, питонячим или там рубильным, который не выдержит большого потока данных, но он простой. И делать это синхронно, код тупой, синхронный, приняли маркет-данные, тут же что-то сделали, то есть, это там никак не... Никаких контекстов. В Квике там же задержка идет по данным, там реальная задержка. Коллеги, а у нас сейчас конструктивная дискуссия, потому что мы, на самом деле, перегуляли уже... Давайте второй учебник. Хотел еще просто одну вещь сказать по возмущению данных, по стресс-тестированию, еще такой есть подход, такой небольшой секретик открою. Если вы торгуете, например, корзиной, то, ну, например, там, индексный арбитраж, там, корзина против индекса, то можно что сделать? Можно возмутить коэффициенты, с которыми инструменты участвуют в корзине. То есть, таким образом, тоже добиться такого правдоподобного возмущения. То есть, вы как бы на инструмент накладываете не совсем artificial, такой случайный шум, а в качестве шума накладываете траекторию другого же инструмента, который там, из этой же корзины. Ну, просто вес... Это центральный компонент читаете. Зачем его читать? Его надо писать. Вы используете, да. Ну, окей. Все. Спасибо. Спасибо. У нас два варианта. Или мы продолжаем, или мы делаем... Давайте продолжим. Давайте продолжаем. Виталий, если что, у меня 15 вопросов. Вот они сельские есть. А, вижу, у вас тоже. На листочек. Ну, во-первых, по поводу доклада, который я прослушал, в самом деле, не сначала. Доклад очень понравился. В том смысле, что, ну, видно, что очень качественно проделана работа. Андрей подошел, ну, респект на такую работу. Я не могу более подробно комментировать доклад, потому что такими вещами, как создание такого всеобъемлющего приложения для бэктестинга я никогда не занимался. И те проблемы, о которых буду рассказывать я, это проблемы, которые возникали... Ну, я все-таки трейдер, да. Которые у меня возникали в процессе работы. И просто расскажу о своих взглядах на бэктестинг опционов. Значит, первое. Проблема с исходными данными. У меня вообще была надежда на то, что в последние, там, 2-3 года что-то изменилось, и какие-то брокеры начинают предоставлять эти данные, ну, в таком виде, который мне подходил бы. Потому что, когда мы последний раз пытались работать с исходными данными, которые получали от брокера или непосредственно от биржи, ну, в том числе Чикагской биржи, данные были в таком виде, в таком формате, структура их была такова, что для наших целей они не годились. И поэтому, когда у нас возникала необходимость проведения бэктестинга опционов, мы, ну, если это порция, просто писали действительно логию биржи, записывали. Для дней, которые нам нужны, пропускали через фильтр, оставляя только те операции, которые относились непосредственно к тем сериям опционов, которые нам были нужны. И потом, вот, по этим данным уже эти данные используют для бэктестинга. У такого подхода несколько преимуществ, перед прочими. Первое, это то, что это данные, которым, безусловно, можно доверять. Второе, это то, что они имеют формат и структуру данных, которые использует биржа, то есть они идут именно в том порядке, в котором они поступают в ядро биржи, то есть по ним можно полностью восстановить все, что происходило на бирже в течение днях, включая поведение стаканов, поведение кривой волатильности и так далее. Ну и третье, то, что вот такие данные можно запускать непосредственно на вход боевого алгоритма, который предназначен для торговли на бирже. Андрей проявился, если можно, вопросы задам. Пользуюсь своими. Во-первых, вы это делаете для себя или это какой-то заказ чей-то? Я это в большинстве случаев делаю для себя, но как финансер я некоторые заказы делаю для компаний. Ну, конкретно вот это приложение. Это не приложение, это просто я перечислил некоторые вопросы. То есть это не... Да, так вот в качестве приложения я сделал HFT-шную, ну такую платформу, как вам сказано, библиотеку для тестирования. И вот low frequency делаю. Она пока не для кого-то, она просто не для себя делала. И второе, есть ли на рынке какие-то действительно приложения для такого всеобъема еще как тест-неграционного? Ну вот я не верю в то, что такие есть, потому что вы видите, там очень много аспектов. Я не верю, что есть приложения, где вы можете четко проставить, пропускаете ли вы выходные, как вы сэмплируете, что вы в сэмпл кладете. Это слишком много настроек, слишком много опций. Поэтому, на мой взгляд, здесь только подход кодировать это. Потому что наиболее короткое описание того, что вы хотите, это будет код. Окей, я понял, просто я говорю, у меня была надежда на то, что в последние годы что-то изменилось. Потому что весь бэктестинг, который делали мы, наша компания, он основан, во-первых, на данных, которые мы собирались сами, да, и все приложения, необходимые для бэктестинга, мы тоже делали сами. Я думал, что может быть что-то изменилось. Так. А, ну вот первое по поводу данных сказал. В общем-то уже понятно, что вот процедура сбора этих данных, процедура хранения данных, преобразования, вот всех, с учетом всех проблем, которые перечислил Андрей, бэктестинг это вообще крайне пролеемая процедура. И, на мой взгляд, прибегать не следует только в том случае, если нет никаких других способов. Ну, то есть нужно выделить случаи, когда бэктестинг действительно необходим, когда без него нельзя обойтись, случаи, когда без него обойтись можно, и случаи, когда он вообще просто бесполезен. Вот сейчас я очень условно разобью алгоритмы работать с опционами на три группы. Очень условно. Значит, первый это маркетмейкер. Понятно, о чем идет речь. Я говорю не о официальном маркетмейкере, который имеет какие-то обязательства перед биржей, а о алгоритме, который выставляет двусторонние котировки в какой-то окрестности расчетной цены. Для такого алгоритма бэктестинг – вещь абсолютно бесполезная, потому что задача маркетмейкера, сделка маркетмейкера исполняется только в том случае, если он выставил лучший ордер, и если этот лучший ордер спровоцировал появление встречного ордера. То есть бэктестинг не покажет ничего, потому что если нет активных ордеров, которые вы выставили, значит, не будет и встречного ордера. Вы ничего не можете сказать по поводу его работоспособности. Изучение логов поможет в том смысле, что вы увидите, если у вас конкуренты, вы увидите логи их работы, вы можете понять примерную скорость. Вторая группа алгоритмов, так условно назову «охотник», это алгоритмы, которые караулят появление на рынке ордеров, цены которых как-то в лучшую для вас сторону и отличаются от расчетных. И потом его задача успеть сбить этот ордер. То же самое, изучение логов может помочь. Во-первых, вы увидите, насколько часто такие ордера появляются. Во-вторых, вы увидите, опять же, конкурентов, вы увидите скорость реакции конкурентов, примерно сможете сравнить эту скорость со своей и так подумать, есть ли вам смысл вообще туда входить. Но будет ли ваш алгоритм реально успевать на боевых торгах, вы не узнаете до того момента, как не запустите этот алгоритм на торги. И третья группа – это позиционные алгоритмы. Это алгоритмы, которыми пользуются большинство присутствующих. Вы создаете некие комбинации опционов в надежде на то, что в будущем через день, через два, через месяц сможете закрыть эти позиции с прибыли. Но когда вы задумываете такой алгоритм, вы наверняка пытаетесь использовать какую-то неэффективность рынка. То есть что-то, что отличает реальный рынок от равновесного, на котором заработать невозможно. Ну, например, вы работаете с двумя сериями акционов и смотрите за волатильностью. Когда волатильность расходится, вы дорогую волатильность покупаете, дешевую продаете, дешевую покупаете, ждете, когда это садитесь и так далее. Для проверки работоспособности такого алгоритма в общем-то бэктестинг тоже не нужен. Достаточно накопить какие-то обобщенные характеристики рынка, ну, либо волатильность центрального страйка, либо форму кривой волатильности, и по ним потом восстановить. Расходились эти волатильности? Нет. Как часто они сходились? Что произойдет в случае, если к моменту экспирации ближней серии они не сошлись и так далее. То есть все такие проверки вы можете провести с более простыми наборами данных. Бэктестинг тоже не нужен. Какие все-таки ситуации, на мой взгляд, когда без бэктестинга обойтись невозможно? Если у вас есть какой-то алгоритм, значит, первое, это стресс-тестинг. Проверка того, как поведет себя ваш алгоритм в экстремальной ситуации. Ну, например, как было с рублем и долларом в декабре 2014 года. Когда там волатильность за несколько дней выросла чуть ли не в 10 раз. То есть рынок там шатало из стороны в сторону. И вот другого способа проверки, другого способа проверить, как поведет себя алгоритмом в этой ситуации, кроме бэктестинга, наверное, все-таки нет. Тут еще важно, но вот опять же отмечу, что российские и западные рынки очень сильно отличаются в такие моменты. На российском рынке, как ни странно, чем сильнее волатильность базового актива, тем выше активность у акционов. Появляются стаканы, забиваются, от единицы до тысячи ордера стоят. Активность повышается. На западных рынках все наоборот. Как только что-то начинает происходить с базовым активом, стаканы там как метлой выметают. Опять же, если вспомнить кризис 2008 года, там были просто дни, когда по несколько часов стаканы были пустые. На самые, казалось бы, ликвидные акционы. И что делать в этой ситуации? Вообще говоря, так вот умозрительно, понять невозможно. То ли алгоритм должен пытаться каким-то образом закрывать свои позиции, ориентируясь на редкие ордера, которые есть. То ли достаточно обходиться дельта-хиджированием. То ли вообще ничего не делать и просто ждать, когда все это закончится. Вот опять же, только бэктестинг, в случае, если у вас есть данные за этот период, может помочь ответить на этот вопрос. Второй случай, когда это необходимо, это проверка работоспособности алгоритма. Но это опять же бэктестинг, только в некотором другом смысле. Как поведет себя ваш алгоритм в случае, скажем, задержки данных? Если у вас данные из биржи пошли с задержкой. Робот этого не знает. Он получает свой поток, он его обрабатывает как нормальный поток. Что будет в случае, если будут задержки с отправкой ордеров? Когда ордер уходит, и ответа о его судьбе робот не получает в течение нескольких секунд. То есть ушел, то ли он исполнился, то ли он зарежектился, то ли он где-то в очереди стоит. Что должен делать алгоритм в этой ситуации, тоже умозрительно решить невозможно. То есть хорошо иметь бэктестинг. Ну и третье, для чего я бэктестинг использовал часто, это поиск ошибок. А когда какие моменты были? Какие? Ну с тормозами. Да постоянно. Бэктестинг как положительный. Бэктестинг? Пойдет у вас алгоритм в разнос такой ситуации? Ну представьте, он торгует по данным, которые имеют задержку 15 секунд. То есть вы бэктестинг делаете? Да, конечно. Я делаю задержку входных данных и смотрю, как это все поведет. Сейчас это прямо на бирже задержка такая? Или у вас просто такая? Это брокер. Ну вы знаете, что получается? Вот если торгует... Нет, ну какие у брокера? Не-не, смотрите. Вот у меня сейчас проблемы такой нет, потому что у меня сервер стоит на бирже. Да. Вот я об этом угодно. Иногда тормозит ядро биржи. А то есть варит уже, да? Ну вы когда-нибудь торговали в ситуации, когда вот сумасшедший поток данных? У биржи ордера распределяют очень интересным способом. То есть я... Ну бывало такое, что вы отправляете ордера от себя с достаточно высокой частотой под номерами 1, 2, 3, 4, да? А потом по лугам биржи видите, что они пришли в порядке 3, 1, 2, 4. Так это может быть не биржа, это сетка так работает? Это биржа. Это биржа. То есть у биржи многопотоковый вход, и она там хитрым образом все это дело регулирует. А если еще добавить задержки, если вы работаете через брокера, да? И когда вот этот поток заявок валится на брокера, начинает тормозить сам брокер. А поскольку у брокера интернет, там еще бы узнает какой, начинает тормозить интернет. То есть это такая достаточно банальная ситуация. Кстати, на Сейме то же самое. Вот когда там начиналось полтанка 2008 год, мы отправляли туда ордер, он ушел с концами. Через 15 секунд приходил ответ, что там с ним случилось. Проблема серьезная на самом деле. Просто останавливается. Что? Может просто останавливается алгоритм? Может останавливается. Да не алгоритм, а там самого робота останавливается. То есть вы должны быть перед экраном. Для начала нужно эту ситуацию вычислить. Ну что же, с таких пор, пока вы не послали ордер, данные к вам идут, ну идут и идут данные. Вы не знаете, задержка они будет или нет. Это еще вычислить ситуацию. Вот от таймстэмпа на биржевые не приходят. Что они на роботу? По таймстэмпу можно понять, да. Сравнивать с правильным временем и детектировать. Я всегда так делаю. Чуть что, у меня сразу часть алгоритма отрубается именно для того, чтобы не наломать роботу. Я не говорю, что синхронизировать. Всегда есть какой-то допустимый люфт, который ты понимаешь, это рабочее состояние. Алексей, не всегда можно выключить робота. Не во всех ситуациях. Бывают ситуации, когда выключать. Тем более на опционах. Есть ситуация, когда часть... Может быть, что угодно. И третье, для чего я использовал бэктестинг, когда без него нельзя обойтись. Просто рассказываю конкретную ситуацию, когда у нас был робот, который зарабатывал, зарабатывал, зарабатывал каждый день, а начиная с какого-то дня начал проигрывать. Несколько дней подряд. Устал. То есть ситуация совершенно непонятная. Я буквально распечатал... Что же непонятного? Это самое, структура торгов претерпела структурные изменения. Вот и все. Технические взаимы. Ну, по крайней мере, видим, изменений не было никаких. Я тогда, помню, замучился искать ошибку. Я распечатал код программы, прошелся буквально с ручкой, после каждого проверенного оператора оставил галочку. Ошибку я не нашел. Тогда мы на следующий день записали логи биржи, и одновременно работал у нас этот робот с минимальным объемом. Он там какую-то копеечку свою проиграл, но у нас появилась возможность по логам биржи восстановить всю последовательность действий. Ну, там у нас были кнопочки быстрее и медленнее, вперед-назад, такой функционал магнитофона. Ошибку нашли. Она была настолько глупая, что нормальный человек ее найти не мог. Вообще говоря. Вот, благодаря... Ошибка в логике? Бывает. Индекс РТС страйки имели вид такой, там 100 тысяч, да? 101 тысяч. В какой-то момент биржа ввела кратные страйки, 100, 500. А у нас там непонятно зачем в одном месте происходило округление до 1000. То есть он все вычислил правильно, но... Вслал ордер на другой страйк. Ну, естественно, что результат был... А биржа не отвечала? Ошибка? А? А? Он был. Он был, он существовал. А до этого почему он говорит про блоков? А потому что не было кратных страйков, то есть они были, но по крайней мере ордера по ним не посылались. Вот так получалось. Не было необходимости слать ордера на эти кратные страйки. А вот эти страйки появились, робот захотел им торгануть. Нужно было послать по этому страйку. А там были другие охотники, которые вас поймали. Да нет, ну просто... Ушли ордера с неправильными ценами. Иногда они исполнялись, иногда нет, но когда они исполнялись, они исполнялись в убыток. Ну, по крайней мере, это позволило. Так. Ну, хорошо бы, конечно, для таких вещей иметь какую-то визуализацию, но мы ее не делали исключительно в силу трудоемкости. Во-первых. Так, теперь, вот, меня Алина передала вопросы, я отвечу на вопросы, и заодно там... На что важно обращать внимание при тестировании? Ну, во-первых, опять же, бэктестинг, процедура очень трудоемкая, и самое главное, наверное, перед бэктестингом ставить цель. Какова цель бэктестинга? Я, честно говоря, не верю, что вот, если поставить целью широкий перебор параметров, просто такой слепой перебор в попытке чего-то добиться, я что-то не верю в то, что такая цель может быть достигнута. Поэтому цель должна быть более простая. Ну, вот, например, там, поиск ошибки. Вот я эту цель поставил, она локальная, я ее решаю при помощи бэктестинга. Простой перебор параметров это, наверное, все-таки не то. А, и еще, опять же, на что следует обращать внимание при тестировании? Нужно ли вообще проводить бэктестинг? Потому что вот на моем опыте, если я придумал какой-то новый алгоритм, мне гораздо проще в тестовом режиме запустить его на боевых торгах. То есть он торгует единичками, я ставлю ограничения на размер счета на этом тестовом аккаунте, но, слава богу, биржи у нас проверяют состояние счета клиента, они не дадут проиграть больше там чего-то. Вот я запустил, если он выигрывает, слава богу. Такой подход позволяет эффективно подбирать параметры, если они есть, и мне нужно подобрать параметры, я запускаю параллельно два алгоритма на двух счетах с разными параметрами, наблюдаю час-полтора, становится понятно, кто лучше, кто хуже, потом меняю. А если у вас есть история на торговле, когда вам надо посмотреть пару лет хотя бы? Что делать? На пару лет? Вы знаете опционы, которые можете торговать на пару лет? Ну это не биржевые, это банки выписывают. Ну я вне биржевые. Это просто, у вас торговлю идет сделка 5 сделок в день. Вам надо понять, что это алгоритм или нет? Если она выигрывать будет в течение дня, она будет выигрывать и в течение месяца. Чего? В ДТХ вы что, издеваетесь, что ли? На дневках берите любую систему, она в течение дня не будет выигрывать, у нее сделка раз в пять лет. Ну для дневок, я говорил, не нужен как тестин, дневки проверяются по обобщенным парам, по каким-то обобщенным характеристикам. Нет, в ФНЧФТ понятно, что я проверил пару часов и все. Почему в ФНЧФТ? Какие-то внутридневные закономерности. Ну такая, если не внутридневные, а внутри годовые. Если внутридневные, если какие-то другие не внутридневные, то этот метод лучше не использовать. Совершенно верно. Вопрос был про общий бактест, а не по ФНЧФТ? Вопрос был о том, как я, я сказал о том, как мне удобнее. В чем сложность тестирования опционов в сравнении с акциями? Ну понятно, необходимость учета связанных данных по другим страйкам, по обобщению, построению обращенных характеристик, характеристик, которые нужно делать постоянно, низкая ликвидность опционов, такие общие проблемы. Как избежать переобучения при оптимизации параметров? Задача глобальная. Однозначного ответа нет и быть не может. Просто приведу простой пример. по которому он не станет. Понятно мое отношение к этому делу. Значит, представьте, у вас есть набор точек какой-то, да? Вы хотите аппроксимировать эти точки какой-то кривой. Вот если у вас нет никакого понятия относительно природы этих точек, то ничего хорошего скорее всего не получится. Потому что, ну, будете слепой подвор делать, да? Скорее всего получится бред какой-то. Если вы точно знаете, что здесь у вас есть парабола, а все отклонения от параболы это результат каких-то случайных возмущений, то вы аппроксимировать будете параболы. И понадобится вам ровно три параметра. А, Б и С. И тогда каждая новая точка приведет к уточнению этих параметров. То есть, чем больше у вас будет данных поступать, тем точнее вы будете вычислять свои параметры. Это будет именно уточнение параметров, а не подгонка. Если вы напротив возьметесь то же самое множество аппроксимировать ну скажем синусоидами, то ничего хорошего не получится. Чем больше у вас будет появляться новых точек, тем больше новых гармоник вам нужно будет для того, чтобы худо-бедно это множество описать. поэтому вот задача подбора параметров это такая задача переобучения при оптимизации параметров она связана все-таки с тем, что нужно какую-то природу исходных данных представлять, представлять, что вы хотите найти. Иначе это будет пустая тратария. Так это подгонка будет, вы будете искать мышь, которой нет в комнате. Правильно, я к тому и говорю, что слепо подходить к тому, чтобы пытаться чем попало аппроксимировать это множество это поиск мыши. Теория информации дает ответ на этот вопрос на весь форму насколько уменьшается ошибка при добавлении нового параметра. Если там он превышает критерий, то считается, что теоретически его просто изучит. Теоретически изучит. Практически. У меня такие практические рекомендации по выбору параметров. Значит, первое, каждый параметр должен иметь физический смысл. Имеет физический смысл, вы четко представляете, что он описывает в вашей модели. Раз у него есть физический смысл, у него есть какой-то диапазон изменений. Опять же, из здравого смысла, из логики. Второе, относительно каждого параметра вы должны быть уверены в том, что обойтись без него нельзя. Вот как в данном случае. Три коэффициента, без трех коэффициентов параболу не опишешь, как ни стараюсь. И третье, такой косвенный признак, если у вас возникает необходимость постоянного добавления параметров, то это свидетельство того, что вы на неправильном пути. С другой стороны, надо опять же, смотрите, была система мира под Телемею, геоцентрическая. В центре мира находилась Земля, там планета, звезды и так далее, по хрустальным сферам двигались. Система вступала в противоречие с астрономическими данными, и поэтому она постоянно уточнялась. Движение планет, как сумма круговых движений представлялась и так далее. Система была неправильной. Можно и сказать, что она была лживой. В общем-то, нельзя, потому что она полторы тысячи лет отвечала на все вопросы, которые перед ней ставились. То же самое здесь. С параметрами. Представим себе, что удалось вам подобрать вот эти вот параметры методом подгонки, методом подгонки таким образом, что вам удается выигрывать. Ваша система выигрывает чаще, чем проигрывает. Вот так получилось на каком-то периоде времени. Можно и пользоваться, но очевидно, можно. Но вот здесь как раз нужен стресс-тестинг. Проверка того, как поведет себя система в кризисных условиях, условиях кризиса, когда что-то пошло не так. Если система правильная, она продолжит выигрывать, а то и увеличит свой минус за счет тех, кто ошибается. Если система идет в разнос, то это, по крайней мере, говорит о том, что вы действительно занимались подгонкой, вам не удалось вычислить причину, по которой вам удается выигрывать. И тогда, по крайней мере, систему нужно использовать аккуратно. Ну или выключать ее перед какими-то гадкими событиями. Какое проскальзывание закладывать в тест? Вопрос тоже глобальный. Ну я для себя просто определил такую характеристику рынка, которую назвал интерес. это зазор между котировками маркетмейкера, при условии, что маркетмейкер двигает эти заявки при изменении периодической цены. Вот она, расчетная цена в серединке и с каким-то зазором вид раз. Интерес рынка это тот зазор, который нужно держать маркетмейкеру в расчете на то, что в надежде на то, что за какой-то обозримый период времени полчаса, час исполнится и тот, и другой орган. То есть то, насколько интересны рынку вашей котировки. Значит, если интерес рынка нулевой, то это означает, что мы ставим с минимальным спредом 100 на 99, ни тот ордер, ни другой не исполняется. Это нулевой интерес. А бывает еще отрицательный. Отрицательный интерес, когда вы берете котировку, которую транслирует биржа, ставить ордер на покупку по более высокой цене, сделка не исполняется. А спустя какое-то время биржа меняет теоретическую цену. Вы поднимаете еще раз, биржа опять поднимает теоретическую цену. Вот это отрицательный. А как такое может быть, если вы бьете по стакану? Там нет стакана. То есть вы единственный участник, что ли? Не, ну может быть, стоит по единике, продается по 999. Такие всегда есть. Но я тут в серединке где-то. А что тогда биржа наследует в качестве вот этой самой цены? Апоксинация? Есть определенная процедура, по которой биржа определяет теоретическую цену. Не далее, как вчера, у меня был разговор на эту тему с одним юным коллегой, который хотел купить путы на Лукоево, марковский. Он посмотрел теоретическую цену, она была 3 рубля. По-моему, 21-й страйк, 21-й пункт, теоретическая была цена 3, она его вполне устраивала. Он поставил бай тысячам по 3. Я сказал, что буду помогать определить рыночную цену и поставил единичку по 5. Спустя время он подтянул свой вердик моему. Я еще выше перестану. вот так совместными усилиями мы это было вчера. Не в ту же сторону? В ту же в ту же в ту же это было вчера, поэтому не исторически они вот совместными усилиями мы с ним за полчаса теоретическую цену подняли с 3 до 26 теоретическая цена биржи осталась той же 3 теоретическая цена биржи поднялась с 3 там процедура определилась что? далась кто-то в стакане там вообще ну там были были на бирже регулярной ситуации ты им звонишь говорят ребят в охренели поднявьте кривую они включаются нормально у них своя процедура у них автомат считает территорическую цену ориентируясь на ордера вы лучше термин полотенции скажите откуда начали куда пришли а я не помню главное чтобы дело о манипуляции рынком не пришли до сделки мы дело не довели поэтому спокойно можно было и выше просто мне это вы на этом страйке не довели но вы повернули улыбочку и на других страйках пошли сделки так как считаете времени линейно или с весами считаю линейно выкидываю просто выходные дни понимаю что можно по другому много способов Алексей эксперт но если для целей бэктестинга вообще без разницы какую цену берете главное чтобы этот способ был такой же который вы используете в реальной торговле дальше все уже вторично так если берете записанные данные со стаканами логи биржи как считаете теоретическую цену но я сказал куда я беру исходные данные это логи биржи какие беды аске игнорируете вопрос отпадает потому что я сказал берем логи биржи так вот следом два вопроса по поводу коэффициента шарпа коэффициент шарпа я не использую не в том что он мне не нравится но просто так сложилось исторически что он мне нужен потому что реально при общении с кем-то спрашивают покажи трек-рекорд все вопросы отпадают как по шагам происходит бэктестинг туэлиационной стратегии вот я и говорил что я стараюсь обходиться без бэктестинга проще всего на реальных торгах в тестовом режиме то есть с минимальным количеством средств на счете с минимальными объемами гоняете и сразу все вопросы снимаются в большая часть вопросов в какой форме происходит визуализация результатов бэктеста ну я говорю к сожалению мы визуализацию результатов никак не делаем потому что просто это очень трудоемкое занятие но это я подумал потом над этим вопросом было бы знаете вообще вот если бы удалось действительно создать приложение которое систему даже создать которая собирает данные с разных бирж которые можно запускать в это приложение можно было бы использовать эту систему для изучения рынка ну знаете вот я опять же как пример да в терминах блумберга то есть как блумберг только только что просто однажды я записал данные чикагской биржи по СНП и просто изгалялся с этими данными в течение одного дня данные за один день я там ничего с ними не делал пробовал для интереса я просто взял и построил улыбку волатильности но не стандартным методом а сделал что-то вроде коридора улыбки волатильности то есть нижняя граница считалась по бедам а верхняя по аферам да и посмотрел потом как в течение дня эта улыбка менялась этот коридор менялся она у вас симметричная была по индексу СНП почему она симметричная она не симметричная она как получалась так и получалась ну вот вы нарисовали симметричная симпатичная обычно такая по валюте бывает так получилось она там была не знаю как и просто было очень интересно наблюдать вот именно визуализация в чем было полезно наблюдать как в течение она менялась При этом сам СНП там как-то ходил, гулял, активность то повышалась, то понижалась. Вот эта улыбка вела себя с кучей нюансов. В частности, мне тогда было интересно, что хвосты вообще живут своей жизнью. Они не смотрят на поведение серединки. То есть серединка могла сходиться, хвосты расходились и так далее. Вот такая визуализация, она бы крайне полезна была. Расходилось ли, расходилось ли, что расходилось? Нет. Вот это коридор для улыбки волатильности. Нижняя граница строилась по бедам, а верхняя по азгарам. То есть это не одна кривая, а две кривые. То есть спред расширялся, а сходился. И даже спред расходился. Это же в терминах волатильности. Это спред волатильности, если так. Ранее, что спред волатильности расширялся и сходился независимо. В течение дня, да. Причем многократно, в какие-то непонятные моменты. По дальним краям, правильно? Что? По дальним краям. В центре тоже. В центре тоже. Просто дальние, вы говорите, они по-другому себя совершенно вели. Дальние, поведение дальних отличалось от поведения серединки. Поведение чего? Говорит, это спреды или... Спреда по волатильности. То есть, скажем, вот эта серединка могла сужаться в какие-то моменты, да? А хвосты расходили. То есть там вообще такая масса информации для анализа была. Если вот нечто подобное создать и использовать там для обучения трейдеров, да? А вывод какой был итог? Да никакой вывод. Да нет, наверное, вывод можно сделать, что вот в районе этого самого центра, там просто были маркетмейкеры с установленными спредами, выше которых они не могли расходиться. А там уже кто во что город ставил свои эти самые... Я те анализировал, тем более, что это были данные за один день. Просто они мне показались очень интересными. Вот если была возможность вот таким образом анализировать данные по аукционам там на истории и для разных инструментов, вот это был бы очень мощный инструмент для обучения трейдеров, да? Представь, ну, создать идеального солдата, идеального трейдера, который будет сидеть там и с ловкостью обезьяны все время выигрывать. Кто знает, никто же не пробовал. Так, используется ли модель Blackashions? Я ее не использую, я использую свою модель. Вот, 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 об этом надо вот громко сказать вот на всю, на всю аудиторию. Еще раз скажите, чтобы люди это поняли, запомнили и приняли к сведению, что модель Blackashions, она мало имеет общего с реальной работой на рынке акционов. Ну, опять же, дело привычки, наверное, если кто-то... Так у вас привычка вырабатывается в результате стремления получения прибыли, а не подтверждения неких эмпиричных, эти самые технические данные. А это просто модель, которая... Я не очень понимаю, что значит использовать, не использовать модель Blackashions. Это на 08 вы представляли? Ну, просто модель Blackashions, она не подойдет, не волатильность, а изменение. Нет, в этом смысле, конечно, как никто не спорю, улыбка есть. В этом смысле никто не спорю. Ну, смотрите, там модель, который вы спрашивали. А как формула пересчета, цена волатильности? Виталий, Виталий, можно уточнять еще вопрос? Что вы имели в виду, когда сказали, что не используете формулу Blackashions? Вы имеете просто улыбку в виду? Или вообще вы... Другой способ пересчета волатильности, цены волатильности? Я вообще волатильность не пользуюсь. Вы не пользуетесь волатильностью, вы смотрите... Вот вы только что рассказали, что вы волатильностью. Как бы улыбку нарисовали, да. То, что я нарисовал улыбку, не означает, что я ей пользуюсь. Красные вещи. Хорошо. Нет, смотрите, вот просто вот эта модель, которую я использую еще много лет, она, опять же, много лет была напечатана в журнале, в журнале Фьючерс Аркционы. Журнала этого в электронном виде нет, но он у меня сохранился. То есть, если хотите, я просто перешлю скан, и потом вы у Алины просто возьмете. Ты можешь рассказывать долго и... Какой год это будет? Я не помню. Мы давно. Мы давно, да? И фамилии там, почему слова? Фамилии не готовы. Так, какой инструментарий используете? Python и Казаля? Никакой. Ну, я вообще не пользуюсь чужими формулами, не пользуюсь чужими расчетами. Не потому, что я там какими-то маниями страдаю, а потому что я знаю, что в любых расчетах, в любых приложениях могут быть ошибки. Если это мои расчеты и мои ошибки, я их всегда найду и исправлю. Если это ошибка там в библиотеке Python, и я ее найду, я не знаю, что с ней делать. Связываться там с кем-то. Поэтому я своими приложениями пользуюсь. Но на чем пишете? То есть, все с нуля получается, и все библиотеки там не используются? А там сложно. Да нет, в торговле акционами, что там, сложнее формулы BlackShot. Там ничего нет, все это пишется вручную. Я пишу, лично я пишу на Visual Basic, поскольку я другого не знаю. Если меня не устраивает скорость, то под меня пишут это код переписывать на C. Вот это чем мне удобно, потому что я всегда могу вычислить ошибки тех, кто написал мне код на C неправильно. Я опять же запускаю параллельно алгоритм на Visual Basic, который я писал, и алгоритм на C. Если у них расхождение в поведении, ну, начинаем искать ошибку. То есть, такой хороший способ верификации. Но они весь вот переписывают. Может, какие-то делалки пишут, которые мне вы можете вызвать, а ну, или как-то. По-разному. По необходимости в каждом конкретном случае. Встают ли классические проблемы бэктестинга при тесте опционных стратегий? Пикахет. Пикахет. Питинг. Ну, естественно, встают. Ну, просто аккуратно. Ну, точно. Имеешь петли? Пикахет. 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 ордеров. То есть каждый следующий ордер остался не раньше, чем через одну секунду от предыдущего. В Excel я все это делал на VBI. Посередине экрана нарисовал такую здоровенную кнопку, стоп. В случае чего, остановить алгоритм. Кнопка большая. Ну, вроде не должен промахнуться. Запускаю алгоритм. Тут же проходит сделка. Ну, понятно, что пошло не так. Можно давить кнопку стоп. Я тащу курсор сюда, но торговал через CQG. CQG после исполнения ордера выбрасывает окошечко. Фил Насич. Причем оно выскакивает поверх всех приложений, в центре экрана. То есть вот здесь. Я выключаю окошечко. Тащу мышку, секунда прошла, новое окошко. В общем, я где-то раз с пятого сообразил, что окошко нужно не гасить, а перетащить просто в сторону. Кто-то еще хочет эдитировать под Windows. Нормально торгуем под Windows. Просто в другом месте. Так кто ж знал-то? Кто ж знал-то? Надо просто две кнопки делать, а лучше три. В разных местах. Стоп, стоп, стоп. Как в космосе. Я этот пример привожу, когда мне говорят о том, что вот если очень аккуратно ко всему отнестись, по-серьезному, то можно заранее избежать всех ошибок. Получается, нельзя. Причем на самых таких... Ну, идиотская ситуация, да. Ну, идиотская, не идиотская. Возникают ли сильные расхождения в реальной торговле относительно теста опционных стратегий? Значит, смотрите, если все сделано, опять же, аккуратно, если вы используете одни и те же данные. Ну, мне, наверное, проще, потому что у меня и тестовые алгоритмы, и алгоритмы для реальной торговли, они одни и те же. То есть, когда я занимаюсь бэктестингом, я использую тот же торговый алгоритм, который для реальной торговли. Просто поток данных на него идет другой. Да, вот при таком подходе, если расхождение возникает, то это, опять же, следствие каких-то ошибок. Поэтому... Ну, если расхождение есть, то значит, что есть ошибка. И значит, нужно ее искать. Ну, все. Спасибо. 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 Извините, вопрос. А вы про какие записи сейчас говорили? Это российский опционный рынок или американский, если не российский? Чего? Про американском тоже. Ну, на американском проблема, в российском у меня все. Достаточно большая. Я могу себе вызвать. Телефари, придется на лесу, но он часто думает, что это уже все. Просто говорить, что вы там не пользуетесь протестингом, не пользуетесь какими-то... Чемс не пользуетесь. И возникает вопрос, как бы, ну, вот на американском блоке участников, которые сильно все автоматизируют, и делают... Ну, на американском рынке тегаться в скорости с Керпи. Просто не в скорости, а модели. То есть вот, при всем при том, что вы не используете чего-то сложного, вы вполне себе можете там... Делать прибыльные стратегии. Да, прибыльные стратегии. Как-то, невзирая на то, что там сидят очень много людей, которые там наверняка чем-то пользуются и всем пользуются. Можно, вполне можно... Ну, кстати, вот пропустил я вопрос по поводу проскальзывания. Вот я говорил, что на российском рынке я использую вот такую характеристику рынка, как интерес, да? Если интерес высокий, то сделки исполняются в маркетмейкере на покупку и не продажу. Если интерес низкий, то там все хуже. Все тоже правильно учитывать. На западном рынке там все сложнее, в том смысле, что у меня просто нет возможности высокочастотного робота запустить в Чикаго, да? Но опыт показывает, что если это не самые ликвидные из аукционов, как скажем, там менее S&P, а что-то менее ликвидное, и есть там маркетмейкер, то всегда можно рассчитывать на то, что ордер исполнится в случае, если вы поставите его на 20 долларов от середины спреда. То есть, если стоит маркетмейкер там с каким-то спредом, да? Есть серединка спреда. Она примерно соответствует теоретической цене, потому что там маркетмейкер, они достаточно грамотно работают. Вот если вы поставите по теоретической цене ордер, он не исполнится сразу, по крайней мере. Если поставить теоретическое на покупку ордер выше на 20 долларов, он почти гарантированно исполняется. Вот это примерно 20 долларов, это то, что нужно закладывать в бэктестинг на западных рынках. А проценты-то сколько от средней цены? Вот 20 долларов. То есть, там tick size у всех разный, да? Но где-то 20 долларов, то, что там какие-то охотники считают для себя такой нормальной цифрой, этот ордер они берут. Если поставить и посередине, он будет стоять, скорее всего, до тех пор, пока теоретическая цена не поменяется, так, чтобы опять вот эта разница 20 долларов. не сдвинется, да. Не, ну я говорю, самый ликвидный это S&P. А вот для всех остальных работает вот такой примерно параллель. Не важно, нефть, золото. Вот для них это 20 долларов, это что-то такое. Ну, цена на нефть 30 долларов, а на золото 1004. Я про проценты отношения спросил. Процентный вид разница. 20 долларов для нефти, это там процентов 60 получается. А для... 20 долларов для нефти? На... На нефти, шаг цены 10 долларов. Там, видимо, один опцион, там, скажем, 100 контрактов получается. 100 баррелей. 1000 баррелей. 1000 баррелей, да. Так, все, спасибо.